Сегодня одной из наиболее востребованных профессий в медицине является врач общей практики. Основным отличием докторов такой специальности от прочих является наличие у них базовых знаний в каждом из разделов медицины. Таким специалистам необходимо получить навыки терапевтического, хирургического, педиатрического, а также гинекологического профиля. Гузалия Галиулина работает на протяжении четырех лет в поликлинике номер один. Гузалия Галиулина работает четыре года в поликлинике номер один врачом общей практики. В 2013 году закончила обучение на базе этой поликлиники и с тех пор осталась здесь работать. Лечить людей хотелось с седьмого класса, носить белый халат, назначать лечение, а самое главное помогать людям. Это и было ее мечтой. Потому что здесь открывается, то есть ты общаешься больше к рукозору людей другой, то есть они к тебе приходят, у них свои проблемы, свои причины. То есть они приходят тебе как к Богу, чтобы узнать, чем они болеют, чтобы показать конечный результат при выздоровлении. На прием приходят люди разных возрастов с разными жалобами. За четыре года работы Гузалия Галиулина участок свой выучила хорошо, знает каждую семью и проблемы со здоровьем каждого своего пациента. Их у нее более трех тысяч человек. Помимо общего приема есть и выезды на дом. Бывает, мучает усталость, но мысль о том, что она помогает снова, вдохновляет на работу. Это конечный результат, когда у тебя приходят пациенты, ты назначаешь препараты, лечение, и у тебя момент, что пациент приходит с выздоровлением. Вот это уже подвиг считается. Коллеги характеризуют врача как активного, трудолюбивого и обязательного специалиста, а пациенты отзываются только положительно. Одним словом, она врач с большой буквы, ведь лечить людей – это ее призвание. У нас доктор очень хороший. Какое-то одно лекарство не подойдет, посоветую другое. Всегда на вызов приходит. Очень отзывчивый. Доброжелательный. Своим обязанностям очень хорошо относится. Несмотря на плотный график, Гузалия Галиулина стремится стать настоящим профессионалом и периодически посещает специальные курсы для повышения квалификации. На будущее у нее много планов, но своих пациентов не бросит, говорит Гузалия.